Здравствуйте, уважаемые слушатели, зрители, с вами Вячеслав Котляров, в Харькове, 2 часа 18 минут, 22.07.2016 года. Всегда хочется с вами как можно больше поговорить, как можно дольше. Постараюсь в этот раз затронуть побольше тем, которые, мне кажется, в первую очередь надо затрагивать, так сказать, насущные. И если вдруг положительная беседа пойдет, по возможности постараюсь пройтись и по новым каким-то вопросам. Сначала хочется сказать о технических сторонах общения. Знаете, уже сколько роликов выпускаю, каждый раз хочу в начале ролика это сообщить, все время забываю, уже второй месяц, третий пошел. Но так как писем сейчас начало приходить еще больше, уже не могу про это не сказать, а осень будет больше. Кстати, многие уже получили ответ про тот ролик «Зимой жара», «Летом это лето», «Осенью», точнее «Зимой Пэклода», «Осенью жара». Я вообще имел в виду свое творчество. Я не знаю, какая бурная фантазия, это хорошо, что есть бурная фантазия у людей, что Вячеслав очередной предсказамус предсказал какие-то изменения событий. Я говорил за свое творчество. Лето это лето, то есть летом будет творческий мой путь небольшой. Осенью, если все будет хорошо, он усилится. Зимой будет вообще марафон. Почему? Да потому что с осени внимание к тем трудам, которые я начал еще весной, будет огромный всплеск. Пока люди нежатся на солнце, тяпкой бегают по огородам, отдыхают на всевозможных туристических базах. Они еще не предполагают, что когда они вернутся осенью домой, на них обрушится шквал информации, который доселе они раньше не слыхивали, не видывали. Вот, что я хотел сказать. Блокировка ВКонтакте меня, честно говоря, изматывает и изнуряет. Люди мне задают вопросы, я пишу ответ, иногда трачу на него 30 минут. Когда я пишу ответ, у меня появляется сообщение, что вы не можете этому пользователю отправить сообщение. Ну, вы знаете, если бы это был единичный случай, ну, пока это было мало, я еще как бы закрывал глаза. Но когда это пошло уже в таких промышленных масштабах, ну, вы вот представьте, тех, кто хочет получить ответ и меня блокирует. Я понимаю, что вы это делаете не специально, но вы просто поставьте себя на мое место. Это настолько некрасиво, я не знаю. Я сейчас раз в неделю выбираю день, чтобы ответить на письма. Трачу много времени. Осенью писем еще будет больше, зимой будет завалено. Если, конечно, боги позволят мне идти дальше своим путем. Многие, кстати, в полной мере не осознают всю сложность и интерес ситуации. Для кого-то сотовая земля хихоньки-хахоньки, а кто-то, и я этим людям очень благодарен, понял, что это истинное мировостройство. И те, кто тщательно от нас это все скрывали, вы что думаете? Они рады, что появился Вячеслав Котляров и просто рушит их планы. В интернете появляется все больше, скажем так, немножко нездоровых людей. Ну, вы знаете, здоровье можно поправить. Сейчас я объясню, что имею в виду. Я сообщил истинное устройство нашей планеты. Наша планета в миллиарды раз больше по площади, чем мы это себе можем представить. Ее территория, ну, просто как на футбольном поле микроб. Да и то, наверное, надо миллион футбольных полей и на эту крупинку, на эти миллионы полей положить крупинку футбольных. И вот эта крупинка, это будет всего лишь наша сота. Так вот эти нездоровые люди, когда слышат то, что я сообщил истинное положение вещей, они начинают наших детей переводить на красный свет. Это преступление. И я пришел, видно, не только для того, чтобы людям давать знания, но еще и помогать небесной канцелярии изобличать, годен или не годен. Это, я вам скажу, дорогие лекторы, ученые и блогеры, это вам не игрушки уже людей обманывать. Это уже серьезная пойдет, так сказать, накрутка. Это пока вы не слышали, что земля сотовая и в миллиарды раз больше, вам еще скидка была. Но когда вы услышали, что земля в миллиарды раз больше, сейчас это не касается рядовых обывателей, таких как мы с вами, это касается людей тех, которые имеют возможность людям доносить аудитории большой, маленькой, те или иные аспекты. Вот эти люди уже становятся преступниками. Как бы это прискорбно не звучало. Еще я, знаете, мне скидывают много лекторов, но слушать не получается. И, знаете, фамилии не буду называть, я так пройдусь поверхностно. Вот мне как-то скинули одного лектора. Довольно интересный, но я вот начал, я почувствовал, что подвох. Просто я знаю, как вот человек, когда выходит на уровень известности, он вещает очень много информации, абсолютно достоверный, а потом в определенный этап с ним связываются и просят сообщить то-то, то-то. И мне просто пофартануло, я иногда, вы знаете, я как магнитом это притягиваюсь к нужному месту в лекции. Это у меня еще особенность была, компьютерные игры я сейчас забросил, а вот когда я играл в компьютерные онлайн игры, я с легкостью находил в игре слабое место. Ну и юзал его по полной. Да, это богоюзерство, но я не считал в этом ничего зазорного. Я считал так. Так, если разработчики хотят, чтобы я или другие люди помогли в проекте, создайте им условия. Если не хотите, чтобы ваш труд улучшался, пожалуйста, я буду находить во всей игре слабые места. Я их причем молниеносно нахожу, быстро, и начинаю, скажем так, своего персонажа развивать значительно быстрее. Вот. Так вот, в лекции, в лекциях я тоже нахожу довольно-таки быстро слабые места в последнее время. Я обратил внимание одного лектора. Ему очень шикарные ролики делает еще профессиональный актер. Ему помогает. Я фамилию не буду этого актера называть, но у него очень хорошо поставленный голос от рождения. И я понимаю, что такие ролики стоят бешеных денег. Говорят, что у меня тихая запись. У меня тихая запись, у меня микрофон отличный. Я год назад отдал в ремонт компьютер, и у меня там увели звуковую карту. Но я не заметил, что ее увели. Даже если я заметил, вы знаете, у меня такой характер, я бы не пошел ругаться. Ну, просто такой я человек. Я просто смотрю на это чуть-чуть другой парадигме. Ну вот. За помощью обращаться я не буду. Я уже раз обратился, чтобы перевели на другие языки нашу работу. Увидел, как люди реагируют. Немножко опешил. Да, иногда на почтовые ящики, точнее, на кошельки что-то приходит. Я этим людям благодарен. Эти ресурсы идут исключительно, вы не поверите, на продукты. То есть, благодаря небольшой помощи слушателей и зрителей, у меня появилась возможность немножко питаться. Я не жалуюсь. Я сухо констатирую факт. Поэтому я представляю, если я обращусь, помогите со звуковой карты. А я не буду уже обращаться за деньгами. Есть много людей, которые по солнцезной ацетивы делятся сильными ресурсами, которые мне в буквальном смысле в физическом помогают выживать. Вот. Так вот, к лекторам. И вот я у лектора вот этого услышал слабое место. Может их и больше, но мне этого было достаточно услышать. Давайте, он призывал людей, придем к единому Богу. Это такое кощунство. Единый Бог. Это прямое призывание к единому господину, к хозяину. У нас, славян, не может быть единого Бога. В этом-то наша и сила. Вот сейчас собирается слово славянина чернить. Но если я не забуду, поподробнее про славян расскажу. Если вкратце появились безумцы, которые пытаются убедить нас, что слово славянин придумано в каком-то 15 веке. В каком 15 веке какое слово придумано? 200 лет назад была термоядерная война. Все знания, которые мы знаем, это последние 200 лет. Что за рубежом 200 лет знают крупицы и единицы? Какой 15-й, какой 12-й век? Что вы людей про славян обманываете? Слово придумано. Это вас придумали псевдоученые, которые рассказывают, что наша Земля маленькая и кругленькая. Кто-то ждет зомби-апокалипсиса. Да он уже давно наступил. Он уже 200 лет. Этот зомби-апокалипсис. Вы посмотрите по сторонам. Кругом зомби. Да, они выглядят не так. У них тело не испещрено язвами. Но зомби у них кругом... У них души испрещрены язвами. Зомби-апокалипсис. Он уже давно настал. Знаете, как легко проверить, зомби или не зомби? Расскажите про сотовую Землю. Знаете, единственная разница, что многие зомби, хоть можно их реанимировать. А еще, знаете, как определить, люди или не люди? Очень... Фактически, наверное, единственный фактор определить человек... С вами общается не человек. По совести. Искусственно созданные и сильно зазомбированные. Они не имеют совести вообще. А совесть, я вам скажу, это самая важная, отличительная особенность человека, людины. Ну, даже и смерда. Даже у смердов совесть есть. Вот, недавно мне в интернете попался на глаза один ролик. Неизвестного телеведущего. Ну, он давно мне попадался. Но если бы не комментарий, я, честно говоря, не обращал внимания. Этот ведущий, который проживает на территории, которая сейчас называется Россия, сообщает зрителям, что русы появились в 16 веке, а мы, богоизбранная нация, в 12 веке появились. И поэтому, так как вы, русы, появились в 16 веке, вы у нас у богоизбранной расы в гостях находите. И не жужжите. А маленький мозг этого телеведущего даже не знает, что его предков создали 200 лет назад в лаборатории, и что у него только кроме физической оболочки ничего нет. ни совести, ни души, ни интеллекта, вообще ничего. Да, я запретно и затрагиваю тему. Но вы знаете, после того, как я с сотовой землей затронул тему, уже дальше, как говорится, только можно больше кидать в топку паровоза. Гастелло? Гастелло? Вот еще скажу, вот многие не придадут значение, но мне хотелось, чтобы вы придали значение максимальное. Чтобы вы придали максимальное значение тому, что я скажу. Тоже запретная тема. И я вот тоже наткнулся на одного лектора. Все правильно говорит, все шикарно. Вообще сильно говорит. Где ж слабое звено? Где ж слабое звено? Опов поймал. Говорит, чтобы избавиться от иго, в котором мы находимся, вы на улице выходите. Типа наши враги этого боятся. Запомните, пожалуйста, тех, кто вас призывает выходить на улице. Знают они этого или не знают? Они вас толкают в пекло. Выход на улице это ловушка. Любой лектор, не важно там, политический деятель или еще какая-нибудь петрушка, которая вам сообщает, выходите на улицу и требуете своих прав, это пастка, это ловушка. Вот как распознавать надо преступников. Всех, кто призывает выходить вас на улице, это либо слепцы, либо безумцы. Ни в коем случае. Никаких выходов на улице. Вот люди спрашивают, чем мы, Вячеславу, можем помочь. Ну, много писем приходит. Вот я обратил внимание, как-то в одном ролике я обмолвился, и я так понял, что люди услышали меня. Знаете, я вообще помощи, я уже за финансы молчу, без финансов. Финансы я уже просить не буду. Спасибо. Попросил на перевод фильма. Вот одна маленькая помощь. Несложная. Берете листок там, да, А4, делите его там на 6 квадратиков. Делайте объявление, на нем пишите. Сотовая земля, перезагрузка, документальный фильм, бесплатно в интернете. Отксерили. На 3-4 подъезда приклеили это объявление на доску объявлений. Все. Вы уже внесли маленькую лепту в копилочку общего, так сказать, спасения. Вы даже не представляете, что вот этот маленький шаг, он дает большие плоды. Вот еще в Одноклассниках группа Сотовая земля. Я ее когда-то создавал, чтобы помочь родному видению, причем по собственной инициативе. Просто там один мальчик Василий слезно так обратился. В одном ролике говорит, люди добрые, если среди вас человеки, придите, помогите. Спасать надо Русь. Я услышал, я пришел. Я знал, чем можно было помогать, но мне надо было изучить этого человека. А достали он помощи. Но пока я его изучал, я помогал не ему, я помогал людям. То есть я создал группу по собственной инициативе «Народное видение в Одноклассниках». И начал принимать в нее людей. Набрал самостоятельно более вручную, более 3000 человек. Потом просто перед фактом поставил, что вот помогаю. Хотя мог этого не делать, но у меня другие взгляды. Я предпринимал попытки в тех направлениях, которые мне известны. И вот есть кричат там «За Русь», там «Надо знания людям давать». Так что ж вот этот фанат Руси убил буквально мой канал. Причем тут вопросы личного характера к тому, что люди должны были получать знания. А, он там перепелывался за кошельки какие-то мои. Так будет, Вася, все как в золотой антилопе у тебя. Все твое золото превратится в черепки Василий. Не хочу больше об этом скверном человеке говорить. Вы даже не представляете, насколько низменное и подлинненькое существо. Просто отвратительный человек. Если вы, допустим, придете и к нему представитесь, вы там Виталий Сундаков, он будет перед вами лебезить, там на корточках ползать. А если вы придете и скажете ему «Здравствуйте, я Вася Хохин», он вас такими трехэтажными буками обложит и скажет идти, куда вам не следует ходить и так далее. Ну такое, знаете, разряд людей. Если перед ним авторитет, он будет на цирлах бегать. Если простой обыватель, он вас просто своим черным гноем заплюет. Вот так же и я к нему решил прийти в свое время, присмотреться. Хотя ему намекал, но я потом уже понял, что головенка маленькая в плане интеллекта. Он даже не понял, кто к нему пришел. Ну и хорошо. Вася вообще должен был быть первым. А стал первым Соло Гудман Сергей Тарасов. Просто я подбирал в интернете давно медийную личность, которая мои знания даст большому количеству людей. И первый выбор пал на Василия. Ну потом я его забраковал. Я понял, что чепушила редкая. Потом еще одного на блогера обратил внимание, но он панически испугался, то что его ждет. Потом я обратил внимание на Сережу Тарасова, Соло Гудмана. Ну а дальше вы знаете, мы с ним скоперировались. И продолжаем сотрудничать. Хорошая у нас Сергея слаженная команда. Вот. Ну это видите, как-то случайно про Василия рассказал. Ну там еще больше. Больше может, как я и говорил, и последующих. Вообще больше там рассказывать, это конечно. Ну рассказывать, насколько человек низменный. Тьфу, мне даже рассказывать неприятно, насколько агыдно потвора. Так, ну что. Листовки можно клеить, в одноклассниках людей приглашать. Знаете, как я приглашал? Находил схожую группу, заходил в нее и кидал приглашение. Свою. Ну, дело в том, что сейчас пошла такая тенденция. Просто пока группа называлась Родное Видение, в нее никто не хотел идти. А когда она начала называться Сотовая Земля, в нее люди начали сами самостоятельно присоединяться. Вот как ВКонтакте. Когда я ВКонтакте создал задолго группу, сейчас она называется Сотовая Земля, в ней было всего лишь два человека. Все остальные добрые люди, 700 человек, я их не принимал, они сами присоединились. И в одноклассниках будет так же. Я вам рекомендую находиться в группах и ВКонтактах, и в одноклассниках. Почему? Потому что есть иногда ролики, которые я не могу выкладывать на Ютубе, из-за того, что они авторскими правами обвешаны. И поэтому я их выкладываю либо ВКонтакте, либо в Одноклассники. Вот, что мы закрепим. Те, кто призывают нас выходить на улицы, те нас заводят в ловушку. Те, кто говорят, что нам нужен единый Бог, те нас заводят в ловушку. У славян предки, это наши... У славян боги, это наши родители, наши предки. А, собственно, мы сами, предки сами себе. Змея проглатывает свой хвост. Отрицая богов в многобожестве, это значит отрицать себя. Знаете, вот как интересно мир наш устроен? Вот в компьютерных играх есть, допустим, вот китайцы, они любят заниматься мультимодством. Кто не знает, что такое термин мультиводство, это когда человек, чтобы достичь больших результатов, он создает себе очень много персонажей и с разных аккаунтов играет. Вот, допустим, сидит какой-нибудь сейчас китаец, создал себе 100 персонажей и 100 персонажей качает сам. Вот такая тенденция у нас на земном шарике. На нашем огромном земном шарике. В каждой ячейке. То есть, давайте за нашу соту. Вот, допустим, у нас, у славян, у нас у каждого свой, скажем так, игрок. Ну, собственно, мы-то и есть этот игрок. То есть, наше тело это всего лишь виртуальные очки. А вот другие народы, ничего в этом плохого нету, но любят они заниматься мультиводством. Вот возьмем китайцев. Вот сколько бы их ни было, у них на конце другого провода один человек, который занимается мультиводством. То же самое и с мердами. Есть люди, комплексуют, там пишут, я там Чукча, там я Ивенг, а я чувствую, что я славянин. Если вы чувствуете, что вы славянин, не важно, кто вам, что сказали при рождении. Если вам сказали при рождении, что вы там, то это типа народности, но если у вас есть совесть, если вы чисты душой, то уже славянин. Не каждый общепринятый русский, русский. Если у человека голубые глаза и белые волосы, это не означает, что он славянин и русич. Русский, это тот, кто светлой душой. И негр может быть русским, светлым душой человеком. Сколько у нас после Олимпиады 80 появилось негритят? Ну, а большинство из них были светлой душой, как у одного актера такого спросили. По-моему, фильм называется «Двойной капкан». Говорит, а как вы вот негра так хорошо чисто говорите по-русски? Говорит, так у нас в Рязани все так говорят. Вот мне постоянно пишут «Давай новых знаний». А вы, те, кто пишете новые знания, вы старые закрепили. Я уверен, что спроси по старому пройденному материалу, задай вопросы, вы не ответите. Я знания несу не для развлечения и не для обогащения. Я знания несу исключительно для того, чтобы вы передавали другим знания. Передача другим людям знания есть прямая возможность освободиться от рабских пут. Только распространение знаний во все времена давало спасение из неволи. А вы, те, кто пишете больше знаний, Слава выдохся. Слава не выдохся. Слава наблюдает. Слава наблюдает. Слава еще, если боги дадут, он еще вам покажет, из чего сделаны звезды и как разобрать северное сияние на запчасти. Новые знания. Можно, конечно, за рубеж и 200 лет назад перешагивать, но там будет сложно с датами, с народами и событиями. Но не принципиально. Если каждый из нас сейчас не может заниматься тем, чем желает заниматься, если он не может себе позволить достойную жизнь, которую желает, то, что было тысячу лет назад. То, что было тысячу лет назад, бельем поросло. Так просто нейроны мозга погонять. 200 лет назад до ядерного удара наши предки находились в эволюционном больше развитии и техническом, и ментальном, чем мы сейчас. Многие выдающиеся люди, ячейки, они бы были просто первоклассниками по сравнению с тем человеком, который был там самый низко в том или ином образовании. Все вот эти ученые, псевдоученые, они, конечно, сказочники-балалайшники. Один палка, один струна, что вижу, то пою. Фантазеры. Поэтому новые знания будут. Это к тем и обращаюсь, кто требует острых ощущений. Вы старые передайте для начала. Разбудите хотя бы одного человека. Приклассите хотя бы одного человека в группу в одноклассники. Приклейте хотя бы одну листовочку на подъезд. Сотовая земля, перезагрузка. Смотреть в интернете. Я это не для себя делаю, уверяю вас. Я Гастелло. Многие люди, которые понимают, какую информацию несу, они искренне переживают и понимают, что те знания, которые я раскрываю, это не игрушки и не развлекушки. Буду постоянно говорить про ученых, про лекторов, которые нас обманывают. Любой ученый, лектор, который узнал, что наша планета в миллионы раз больше и говорит, что это выдумки, это преступник. Он наших детей переводит на красный свет. И не важно, зомби он, шмомби. Мы смотрим по факту. Совершил преступление? Все, неси ответственность. Кто еще чуть-чуть, ничего нового не рассказал. Да, честно говоря, я же говорил, что я творческий человек. У меня есть вдохновление, есть желание, я общаюсь. Нету, молчу. Не ставил я перед собой задачи, писать лекции. У меня совсем другие задачи. Самое главное я уже сказал. Сейчас эти лекции, я вот эти все пишу, или не лекции, беседы, я не знаю, что это. Я пишу для тех добрых людей, которые тепло меня восприняли. Исключительно для них. Хотя злобыши, которые пишут, но я понимаю, они просто не знают, что я грустно с этого улыбаюсь, потому что во все времена у каждого слона были моськи. И вот слон идет, а моськи, они всегда это гавкают. Поэтому это нормально. Хуже было бы, если бы их не было, этих мосьек, которые там негатив пишут. Какой же ж парад без петрушек, да? Это не парад. Вот, это даже 200 лет назад, когда была вот эта война, вначале долбанули сильно ядерными ударами сверху. Ну, по нашему летоисчислению, это был 1780 год. Погибла величайшая империя. Она занимала полностью всю соту. Не важно, как она там называлась. Ну, пускай будет Тартария. Вот. Потом была наземная высадка десанта. Начали нас уничтожать всевозможными отравляющими средствами. Чума, холера, оспа. То есть, ходили захватчики и отравляли всех с газовых баллончиков. Когда-то меня чуть не ввели в заблуждение. Я даже, по-моему, в какой-то старой своей беседе сообщал, что это наши предки зачищали больных людей. Ну, вы знаете, то, что мы знали вчера, это одно. То, что мы знаем сегодня, это другое. Теперь я знаю, что это темные захватчики распыляли эту чуму, холеру. Ходили в этих масках, чтобы себя защитить от яда. Наши предки бунтовали, бунтовали, бунтовали. Они их пытались усмирить. Не получалось. Наши предки выбирали смерть. И поэтому они темные ушли в тень. Тоже вот смешно. Вы, уважаемые дорогие зрители, вы серьезно верите, что каждый управитель Верховного государства, он что-то решает? Ну, пожалуйста, на меня не обижайтесь. Но любой управитель государства это как футбольный мяч. Футбольный мяч, он вообще много на футбольном поле решает, куда ему лететь. Я понимаю, сейчас на меня могут огорчиться. Ну, вы знаете, она истинно, она такая. Она и глазик колет, и ушко колет. Ни один современный управитель абсолютно ничего не решает. Он максимум может решить, какой зубной пастой сегодня ему зубы почистить. И все. Больше он ничего не решает. Поэтому вы, когда на кого-то злитесь из правителей, вы, как вот те, реагируете на на кнут, но не смотрите на того, кто кнут этот держит. Поэтому тоже забудьте, если стран нету, то какие могут быть Верховные главные командующие. Нету ни стран, ни управителей. А кто есть? Давайте вместе будем думать. На этом, пожалуй, пока, наверное, все. Спасибо вам, дорогие и уважаемые слушатели и зрители, что слушаете меня, слышали меня. Уверен, все будет хорошо. Всего вам доброго. Спасибо. До новых встреч. Продолжение следует...